Мы сегодня поговорим о растяжке. В последнее время вообще это направление становится очень популярным. Стречинг набирает обороты. Хотелось бы все-таки дать небольшую такую развернутую картину, чтобы у наших зрителей сформировалось правильное понимание. Вообще стречинг бывает разных видов, вернее растяжка. Она может быть статичная, медленная, аккуратная. Она может быть баллистическая, когда мы делаем хорошие такие рывковые движения. И, наверное, со школы всем известна такая динамическая пружиничная растяжка. В нашем случае представлен именно стречинг статическая растяжка. Это когда мы после тренировки 5-10 минут занимаемся тем, чтобы растянуть туго подвижные части тела и вернуть гибкость нашим суставам в нашему телу. Как это происходит? Самое главное, после хорошей тренировки, желательно, чтобы такая тренировка вмещала в себе силовой кардиокомпонент, конечно же, прийти в себя, передохнуть. То есть любую статическую растяжку необходимо делать, когда вы немножко успокоились, снизили пульс. Затем мы подходим к тренажеру. В принципе, с какой группы мышц или, скажем так, с какой стороны мы начинаем растяжку, это не играет особой роли. Самое главное, чтобы она была проведена правильно, технично. Ну и, собственно говоря, действительно с хорошим тянущим движением, но не до состояния боли, а до состояния легкого дискомфорта. Для чего нужна растяжка? Самая главная функция растяжки – это все-таки увеличить вашу гибкость. Потому что со временем все равно мы ощущаем скованность движения, мы становимся туго подвижными. Вот растяжка даст вам ощущение легкости, гибкости, подвижности ваших суставов. Кроме того, растяжка позволяет вам хорошо закончить тренировочный процесс, удлинить мышцы, тем самым способствуя хорошему кровообращению и очень быстрому восстановлению после тренировки. То есть тот человек, который после тренировки пренебрегает растяжкой, рискует дольше восстановиться. То есть ему необходимо больше времени и ресурсов для того, чтобы его тело, скажем так, приобрело изначальные параметры. Потому что во время силовой тренировки мышцы укорачиваются, растяжка позволяет вернуть мышцу ее достаточную длину. Кроме этого, во время растяжки проходит выброс гормона самототропина, который является жиросжигающим гормоном. То есть наша растяжка помогает нам лучше сжигать жировые отложения. Кроме того, после растяжки, если вы ее провели качественно хорошо, у вас меньше идет проявление крепатуры. То есть меньше скапливается молочная кислота и нету каких-то, знаете, на следующий день неприятных ощущений в теле. Кроме того, способствует растяжку выработке гормонов эндорфинов. Эндорфины помогают нам чувствовать легкость, уверенность, делают нас счастливыми. Поэтому качественно проведенная растяжка, в принципе, дает вам возможность действительно чувствовать себя легким, гибким, подвижным, молодым, просто наполненным на все 100%. Первое упражнение нам помогает растянуть мышцы рук и груди. А непосредственно работают дельтовидные, трапециевидные и бицепс руки. Что необходимо сделать? Необходимо взяться крепко за рукояточки, соединить лопатки, сделать шаг вперед, для того, чтобы почувствовать хорошее натяжение в мышцах. Это положение мы фиксируем, встаем в положении 10-15 секунд, при необходимости, немножко усиливая напряжение, до появления такой тянущей, ну, скажем так, ощущения дискомфорта, но ни в коем случае не боли. Чтобы растянуть нашу спину и мышцы ног, работают ромбовидные, разгибатель спины, ягодичные бицепс бедра, широчайшие мышцы спины. Для того, чтобы качественно выполнить, вы должны прогнуть немножко поясницу и потянуться вперед. За счет фиксации рук у вас более стабильное положение, и вы можете это растягивающее движение сделать очень-очень качественно. Как происходит процесс? Фиксируем положение рук, прогибаемся в пояснице и делаем усиливающее движение в нашей пояснице, вытягиваясь вперед. Тем самым чувствуем напряжение в мышцах ног и в спине. Этот тренажер очень хорошо работает с нашим корпусом, растягивая косые мышцы, тянет напрягатель широкой фасции бедра и тянет воздушно-поясничный. Что нам необходимо? Нам необходимо зафиксировать бедро, то есть каждое упражнение на тренажере обязательно фиксирует ваши конечности для того, чтобы оно проходило максимально эффективно и безопасно. Сворачиваем корпус в противоположном положении, опять же доводим до крайней точки, фиксируем положение на 10-15 секунд. Если есть необходимость, усиливаем немножко это движение. Опять же, каждое движение стремимся выполнить не до состояния боли, а до состояния легкого дискомфорта. Тянемся аккуратно, статично, спокойно. При этом, самое интересное, статичность тренажер считается наиболее эффективным. Не как мы привыкли пружинить или размахивать руками, а именно статическое доведение мышцы до крайнего положения и фиксация такого положения даст самый лучший результат. Мы растягиваем наши ноги, работают бицепс бедра, работают икроножные комбаловидные мышцы. Наша задача, опять же, зафиксировать положение, если есть необходимость зафиксировать на рукоятке руки и хорошо с ровной потянуться вперед, мы выпрямим максимально колени. Хорошо почувствовали, как напряжены мышцы и здесь еще мы растягиваем коленные сухожилия. Опять же, хороший наклон, фиксация положения тела в течение 10-15 секунд, если необходимо небольшое усиление, опять же, фиксация положения и расслабление. Чтобы растянуть мышцы груди и ваши руки, хорошо очень чувствуем тянущее натяжение, да, фиксируем положение рук, делаем, если есть необходимость, полшага вперед и максимально разводим наши локти в сторону. Опять же, чувствуем напряжение в грудных мышцах, в бицепсе руки. Здесь очень хорошо эта растяжка работает для людей, у которых есть напряжение или отложение солей в районе шейного грудного отдела позвоночников, потому что такое тянущее движение снимает спас, снимает неприятные ощущения. Действительно, после него хочется выровнять ровненько спину с ровной осанкой, счастливый и удовлетворенный идти заниматься своими повседневными делами.